Здравствуйте, друзья! Сегодня 20 февраля и я продолжаю посев семян цветочков на рассаду. Сегодня наступило время, очередь на мои бархатцы. Бархатцы, тагетисы, чернобрывцы, как вы их не назовёте, они прекрасные, любимые наши цветы. Что это такое? Что это за цветочки? Да вы все это прекрасно всё знаете. Что это однолетники, разной высоты, разной расцветки, очень хорошо переносят заморозки. Это очень важно. Вот они светолюбивые, теплолюбивые. Ну, правда, можно посадить их в небольшой тени, но это, конечно, нежелательно. И цветочки эти быстро растущие. И поэтому от момента всходов до высадки в почву или в землю, в открытый грунт, должно пройти полтора-два месяца. Вот и сейчас. Сегодня у нас 20 февраля. Это половина, считайте, что половина февраля, плюс март. Ну, и где-то в апреле, в середине апреля можно будет высаживать их в открытый грунт. Конечно, если нам позволит эта погода. Вот перед вами такие вот красивые семена. Семена это прошлогодние есть, даже позже, после прошлогодние. Они все расцветки. Здесь у меня отклоненные 4 сорта. 4 сорта мелкие такие, прямо стоячие они называются. И у меня еще один вот такой сорт чернобривцы. Эф. Эквинокс. Эквинокс. Этот Эквинокс я уже посадила. И в чем сейчас хочу похвастаться. Вот у меня они сейчас растут. Уже вот в таких вот горшочках. Посадила я их Тагетис Эквинокс 22 января. Стоят они у меня на подоконнике. И уже дали настоящие листочки. И уже даже появляются здесь и следующие листочки. Так. Итак. Сажать я их буду сразу в стаканчики. Здесь у меня 4 сорта. Здесь правда есть 5 сорт, но я его сажать не буду. На каждом есть номер. То с одной стороны и здесь с этой стороны. На каждом стаканчике у меня есть номер. Дырочки. Поставила я вот в такой вот красивый поддон. Так. Земля. А земля у меня обыкновенная будет в этот раз. Самая обыкновенная. Магазинная земля для рассады. Теперь я буду набирать стаканчики. Стаканчики вот эту. Заполнять стаканчики почвой. Вот, друзья, я наполнила стаканчики почвой. Почва такая суховатая немножко и относительно прохладненькая. Поэтому я сейчас ее буду заливать водой. Вода у меня дождевая. Вот, ведерки дождевая вода. Здесь у меня фитоспорин разведен. Полтора литра и 0,2 миллилитра рабочего раствора фитоспорина. Вот, теперь я буду это все проливать такой горячей водой. Чтобы почва не была такой холодной для растений. У меня фактически есть большой запас дождевой воды. Но, понимаете, сейчас такая атмосфера у нас в стране, что, ну, непонятно, какой дождь, какой снег нам льется и сыпется на нашу землю, на нас самих. Поэтому, ну, это, конечно, лучше, чем вода из-под крана. Вот так вот в каждый стаканчик я очень хорошо добавляю, поливаю водичкой. Надеюсь, вода сразу не остыла. Так, что я еще хочу сказать. Так, первый номер. Теперь поищу свой первый номер. Их довольно много. Вот теперь первый стаканчик. Я просто буду засыпать семена. Это посев такой называется букетный метод или букетный способ. Когда они зайдут, можно будет выбрать самые хорошие, самые крупные и посадить отдельно в стаканчики. А если время подойдет и будет хорошая погода, можно будет сразу посадить их в почву. Вот так вот получается у меня. Так, теперь второй номер. Тем же самым методом букетным. Так, желательно, чтобы у меня пересортицы не получилось. Все, что лишнее, я выбрасываю. Вот так, друзья. Чтобы не забирать вашего драгоценного времени, я отключу камеру, сделаю работу и опять вернусь. Ну вот, друзья, эту работу я уже сделала. Вот так вот оно смотрится. Надеюсь, видно. И сразу разложила я со рта, чтобы видно было, чтобы вы видели, какие сорта я посадила. Значит, здесь это прямо стоячие, вот, а здесь прямо стоячие, а здесь у нас отклоненные. Так, теперь моя работа будет залить это все, засыпать водичкой, той же самой водой, что я и поливала. И поставить на прорастание. Так, засыпать я буду вот такой черной почвой. С добавлением биогумуса. Тут торф и биогумус. Засыпать надо хорошо. Потому что вот эти черненькие растения, хвостики, они такие твердые, они такие хорошо держатся за семена и никак не хотят отдавать. И так вот я засыплю все стаканчики. И теперь надо обязательно пролить хорошо водой. Вода та же самая, с фитоспорином, но она уже не такая, правда, теплая, но не холодная. И так, друзья, я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, что будет польза от моего видео, от моей информации. Я жду от вас комментарий, жду лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok